День с толком 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 Оформили порядка 40 тысяч потребительских кредитов. Блок пристройки к школам, умные остановки в центре города и оптимизация расходов. Сегодня глава Барнаула Вячеслав Франк рассказал о предстоящих задачах, а также отчитался о результатах работы мэрии за 2019 год перед депутатами городской думы. Последний отчет приняли, но не без вопросов. Впротив выступили коммунисты и справедливо-россы за «Единая Россия» и ЛДПР. Подробнее в сюжете Ильи Кочеткова. Работали много, напряженные и не без проблем. Таков основной итог 2019 года, по мнению властей Барнаула. Еще до угрозы коронавируса краевая столица столкнулась с серьезным испытанием с снегопадами. Стало ясно, систему очистки дорог надо менять, а техники и дворников нужно больше. И это лишь одна из проблем, которые Франко звучал и которые предстоит решить. Осталась нерешенная проблема обновления автопарка. Соответственно, проблема улучшения качества обслуживания пассажиров не решена. Коллеги, считаю необходимым применять в городе стратегию развития общественного транспорта, документы с конкретным алгоритмом действий, сроками исполнения и ответственными за каждое направление. А еще расселение из ветхого аварийного жилья, ряд других вопросов. Впрочем, есть и достижения. Принят генплан Барнаула. Успешно реализованы нацпроекты, программы, в том числе по комфортной городской среде. Обновлены дороги, введены новые объекты в туркластере и многое другое. А по темпам роста заработной платы Барнаул один из первых в Сибири. В итоге даже оппозиция, не без критики, конечно, новоиспеченного мэра решила поддержать. В городе как было много проблем, так и были положительные моменты. И это можно бесконечно обсуждать. Поэтому на фракции принято решение поддержать отчет. Большинством голосов отчет в итоге был поддержан. Кстати, в обсуждении не обошли стороной угрозы пандемии коронавируса. Франк признает, времена настают непростые, но основные программы никто не отменял. Все то же самое у нас с вами остается. Мы делаем дороги, строим садики, занимаемся ветхим аварийным жильем. Все те программы, которые были намечены, они должны достойно продолжаться. Одна из ближайших задач, пояснил мэр, исполнять, возможно, корректируя бюджет текущего года и планировать доходы и расходы следующего. Тем более, что большинство целевых программ рассчитаны на несколько лет. Илья Кчетков, Илья Халяпин. День с толком. Все социальные обязательства перед пенсионерами и мамами, о которых на днях заявил в своем обращении Владимир Путин, в регионе будут выполнены своевременно. Об этом сегодня заверил управляющий пенсионного фонда «Края» Борис Трофимов. Индексация социальных пенсий, а также материнского капитала, выплата ко Дню Победы ветеранам и трожникам тыла уже в апреле и дополнительные пять тысяч на детей до трех лет – об этом заявил президент в ходе недавнего выступления. Почта России и Сбербанк уже профинансированы. Пять тысяч мы подтверждаем, они должны получить в апреле месяце. Пока закона нет, мы просчитали, что на территории Алтайского края таковых семей в пределах 16 тысяч. Мы имеем 85% телефонов. И, естественно, мы, как только указ будет, соответствующий, прошу прощения, закон, деньги есть, мы их оповестим. Я поняла так, что к вам в последнее время число обращений увеличено. В связи с коронавирусом клиентам, особенно пожилым, советуют воздержаться от личного посещения пенсионного фонда. По важным вопросам обращаться на телефон контакт-центра и записываться на прием. Но если без личного посещения следующую неделю клиенты не смогут обойтись, то их должны принять. Клиентская служба будет работать. Борис Трофимов предупредил также, что сейчас активизировались лжеволонтеры, которые звонят пенсионерам и обещают помочь, например, приобрести продукты. Волонтеров у пенсионного фонда нет, заявил управляющий. Начало паводка по расчетам специалистов Росводоканал Барнаул может начаться в краевой столице уже 29 марта. Это не значит, что вода в Аби будет резко пребывать. Просто процесс ее очистки в конце первого весеннего месяца на предприятии становится максимально тщательным. Стоит ли горожанам переживать из-за смены цвета и запаха воды из-под крана? И как долго эти изменения продлятся, расскажем далее. Здесь пахнет, как в бассейне, и даже чуть сильнее. Именно в этом месте, на очистных сооружениях номер 2, вода проходит финальную стадию очистки. К слову, хлор и другие реагенты в воду добавляют всегда, сейчас чуть больше, чем обычно. Норматив по хлору 0,5. В зимний период, в летний период, когда качество воды исходное хорошее, температура воды больше плюс 5 градусов, необходимости для подачи даже дозы хлора в объеме 0,5 миллиграмм нет. В паводковый период у нас наблюдается строго необходимость доведения вот этих нормативов до предельных. Поэтому вода из крана в ближайшие пару недель может иметь незначительный хлорный запах, а еще она немного поменяет цвет. Сотрудники лаборатории и предприятия поясняют, дело в том, что в этот период в реку попадает и талый снег, и грунт, которые как раз и подкрашивают воду. В процессе очистки цвет уходит, говорят специалисты, но не совсем. Норма по Санпину 20 градусов, то есть вот такая, то есть вот эта вода с такой цветностью, это тоже норма, она не влияет ни на что. Лаборатория водоканала в круглосуточном режиме работает 365 дней в году. Правда, если зимой и летом пробы воды берут 900 раз в сутки, то в марте-апреле цифра достигает 1200. А вот как выглядят микроорганизмы, которые могут содержаться в паводковой воде. Они исчезают только после обеззараживания. Кстати, как нам рассказала Татьяна Шималина, воду из-под крана можно пить. Гораздо больший вред, по ее мнению, могут нанести бытовые фильтры, фильтрующие элементы, которых люди часто забывают поменять. Ну а цветность и запах воды станут привычными через пару недель. Тогда паводок, по данным водоканала, завершится. Татьяна Голубева, Илья Халяпин. День с толком. Интеллектуальный девичник устроили в центре «Мой бизнес». В начале недели стартовала обучающая программа «Мама-предприниматель». Сегодня участницы презентовали свои проекты. Здесь, безусловно, нам надо на хорошую часть выходить через архитекторов, через лошадников и забирать большие проекты. Из мужчин в зале только эксперты. До участия в обучающей программе допускают исключительно мам. Заявки на женские бизнес-курсы подали 100 женщин, и лишь 40 из них узнали, как с нуля открыть свое дело. Очень много женщин, которые находятся в декретном отпуске, или мамочки, которые, к сожалению, не могут пока быть трудоустроены, и они готовы реализовывать свои бизнес-проекты и пробуют делать первые шаги в бизнесе. За пять дней женщинам рассказали о базовых правилах ведения своего дела, дали возможность пообщаться с успешными предпринимателями, помогли составить бизнес-планы. В итоге программы – защита. Среди бизнес-идей производства одежды, слингов, арго-рюкзаков, фигурной сахарной ваты, открытия фотостудии, парк развлечений и даже школы благородных девиц. Мамочки с доченьками в выходной день могут просто в нашей школе отдохнуть, потанцевать дворянские танцы, порисовать, попеть. Бывают совместные группы, мамы с дочками, а бывают отдельно детки. То есть уже проект запущен. В северля я уже провела два занятия, два выходных было. Боролись дамы за грант – 100 тысяч рублей. К слову, ученицы школы бизнеса для мам в центре «Мой бизнес» не потратили на обучение ни рубля. А Татьяна Антоненко даже смогла получить первые деньги на образовательный проект. Дарья Ильмилева, Андрей Печоркин. День с толком. На нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля алтайские волонтеры будут отрабатывать обращения, поступившие на единую горячую линию по коронавирусу. В Барнауле накануне открылся Всероссийский волонтерский штаб помощи пожилым людям. Продолжит тему Никита Ермаков. Дрова сухие и бесплатно. О таком Надежда Валерьевна и не мечтала. Но тут увидела по телевизору, что в Барнауле заработал волонтерский штаб «Мы вместе» по помощи пожилым людям. Пенсионерка позвонила и не ожидала, что ей помогут так быстро. Волонтеры приехали уже на следующий день. Надежда Валерьевна не единственная нуждающаяся. На горячую линию уже поступило 23 обращения. Просьбы самые разные. Бывают разные звонки и доставка продуктов питания, выгул собак и домашних животных. Проект «Мы вместе» призван защитить наиболее уязвимую к опасным вирусам категорию людей – пенсионеров и малоподвижных людей. Им особенно рекомендуют воздержаться от любых контактов и даже походов в магазин. Чтобы не оставить стариков без помощи, волонтеры готовы выполнять их просьбы и на следующей нерабочей неделе, и весь период карантина. Когда волонтеры контактируют с пожилыми гражданами, важно в перчатках медицинских, если вы лично, не передавать ничего в руки, не заходить в грязные обуви. С каждым днем в волонтерском штабе все больше активистов. Среди них есть медики, психологи и люди других профессий. Они уверяют, ни один пенсионер не останется без внимания. Спасибо. Вам спасибо огромное, ребят. Никита Ермаков, Николай Шилко. День с толком. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!